Другие псалмы, они их разбирали, они посмотрели на конкретные слова, на конкретные части, например, на псалмы покаяния и так далее. И в этом тоже есть очень много удивительного понимания. Но за последние где-то лет, 40, 30, 40, 50 лет, начали богословы обращать внимание на то, каким образом псалмы были собраны. Почему они стоят именно в такой последовательности, как они стоят? Почему идет первый псалм именно таким, каким он есть? Почему, например, не 22-й псалм на первом месте стоит? Потому что все же эти псалмы разных авторов, и поэтому эта коллекция, казалось бы, она очень разная. Казалось бы, ну просто собрали как-нибудь, где какой был, но нет. Они действительно очень аккуратно один возле другого помещены. Есть определенный смысл, почему они так помещены. Почему они разделены на пять частей? Почему, например, они заканчиваются псалмами хвалы, каждая часть? Это очень удивительно на самом деле. И некоторые богословы, в частности, немецкий богослов Эрик Ценгер и другие, они говорили и говорят о том, что есть определенный смысл. Еще начиная с Вавилонского плена, когда вот эти вот вещи начинали происходить, что происходит? Мы видим, что в композиции книги псалмов мы видим один очень важный урок, мы видим один очень такой вот интересный момент, что псалтир, книга псалмов становится для них напоминанием того, вспомните, что у них нет храма, у них нет места поклонения Богу. Но тем не менее, они понимают, что Богу можно поклоняться и Богу нужно поклоняться. И вот псалтир, книга псалмов или отдельные псалмы становятся для них напоминанием того, что Бог живет среди них, что Бог живет с ними. Посмотрите, если обратить внимание на 21-й псалом, есть один очень интересный псалом. 21-й псалом, 4-й стих. «Но ты, святой, живешь среди словословий Израиля». Удивительно, да? Вот и когда они вспоминали, или когда они славили Бога, или когда они обращали свое внимание на прославление Бога, когда они вспоминали эти молитвы, когда они вспоминали эти псалмы, то для них оживала их вера в Бога. Интересно, вместе с этим мы видим то, что не только книга псалмов, но книга псалмов служит отражением, эти книжки, книга псалмов служит как раз отражением того, что Бог, о котором говорил Моисей, или требования Божьи, о которых он говорил, на самом деле они в книге псалмов могут найти вот это, и вспоминая это, молиться Богу, доверять Ему, жить с Ним, жить для Него. Ну вот, это вкратце несколько таких вот вещей, что я хотел сказать о книге псалмов, или хотел показать, чтобы увидеть некоторые вещи. Какие-то вопросы, какие-то замечания, какие-то, может быть, у Вас вопросы есть по книге псалмов? Пожалуйста. Я хотел еще по 118-го псалмов. Кроме того, что там в каждом буклете по 8 строчек, каждый на ту же букву начинается, в каждом этом 8-и строчнике все 8 эпитетов с полу-бойки. Именно 8 данных. И в каждом он их перечисляет. И, в общем, наверное, не повторяется ни разу. Удивительное вообще произведение. Просто для меня это что-то особенное. Когда вот смотришь, это надо было иметь такой талант, просто-напросто. Такое вдохновение от Бога, чтобы вот что-то такое создать. Это действительно. Есть, я читал, и Мирна Шурц пишет, что есть 7 гипотез, кто написал 18-й псалмов. Или, может, даже нет. Скажите, Владимир. Монсер, наверное. Кто-кто? Не знаю. И что? Говорят, что и... Вы знаете? Нет, я не знаю. На самом деле, действительно удивительно, кто написал. Ну, пока то, что какие-то гипотезы предлагаются, но ни одна из них нет. И я не думаю, что будет когда-то принято. Когда мы будем не писать, мы тогда точно узнаем, кто написал. А Данил, Ездра собрал что-то и... Ну, есть такая версия, потому что Ездр приписывает очень много. Я думаю, что особенно либеральные богословы не приписывают ему вообще написание всего Ветхого Завета, что это Ездра сделал. Так, как бы, какую книгу не возьми, они говорят, что окончательная ее редакция принадлежит Ездре. Я не уверен, что это так. Так, я думаю, что Ездр что-то сделал. Действительно, может быть, книги Паралипоминон Ездра написал или закончил, по крайней мере, или привел их к какому-то последнему, заключительному такому образцу. Может быть, книгу писал, он действительно собрал, как бы, и где-то вот, может быть, даже не сам, может быть, вместе с другими людьми. Но, по крайней мере, как бы, что-то, да, я соглашаюсь, но, как бы, говорить о том, что прям весь Ветхий Завет, все книги он сделал, все книги доводил или все книги там как-то переделал, не вижу оснований. Почему некоторые богословы говорят о том, что Ездра все это сделал? Потому что они просто не доверяют, что Моисей мог, например, там написать некоторые вещи или там еще другие люди. Хорошо. Давайте мы сейчас сделаем перерыв, а то я вижу, что вы не выдержите еще какого-то времени. Вы совсем хотите упасть.